Добрый день, с вами Дина Краснова и еженедельные новости по бухгалтерии, налогообложению и программам 1С от сайта «Профессиональный бухгалтер». В этом выпуске правку КС-3 чиновники считают обязательным документом. Новые 4ФСС находятся на регистрации в Минюсте. Минфин собирается заменить в налоговом кодексе ставку рефинансирования на ключевую. С 2016 года ПФР может перейти на ежемесячный прием РСВ-1. И выпущены версии 3.038.52 и 3.038.53 конфигурации бухгалтерии предприятия редакции 3.0. Теперь обо всем более подробно. Справку КС-3 чиновники считают обязательным документом. Минфин считает, что строительные компании не вправе отказываться от оформления справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Письмо финансового ведомства от 6 февраля 2015 года. По мнению чиновников, раз составлять справку требует строительное законодательство, то отказываться от такого первичного документа компании не могут. Новая 4 ФСС находится на регистрации Минюсте. По итогам первого квартала 2015 года бухгалтерам нужно будет подготовить новую форму 4 ФСС. Специалисты фонда сообщили на сайте, что новый бланк сейчас находится на регистрации Минюсте. Приказ ФСС от 26 февраля 2015 года номер 59. Измененная форма содержит несколько новых таблиц. Например, отдельную таблицу нужно будет заполнять по выплатам иностранным работникам. Минфин собирается заменить в Налоговом кодексе ставку рефинансирования на ключевую. На Regulation GoFru сообщается, что специалисты Минфина разрабатывают необходимые поправки, чтобы во всех статьях Налогового кодекса, где упоминается ставка рефинансирования, заменить ее на ключевую ставку. Это значит, что вырастет сумма пений и процентов за неуплату налогов. Ведь ключевая ставка сейчас почти в два раза выше рефинансирования. 15% против 8,25%. С 2016 года ПФР может перейти на ежемесячный прием РЦВ-1. После заявления главы Минтруда о необходимости установить для работодателя ежемесячную отчетность ПФР, ведомство перешло к делу. На сайте Regulation GoFru сообщается о разработке соответствующего законопроекта. И хотя текст проекта не опубликован, чиновники принимают мнение экспертов в рамках общественного обсуждения, которое продлится до 18 марта. Проект также предусматривает, что СНИЛС будет использоваться в качестве идентификатора сведений офис-лице при представлении государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо внести изменения в законодательство, чтобы граждане получали СНИЛС без заявительного порядка. И выпущена версия 3.0.38.52 конфигурации бухгалтерии предприятия редакции 3.0. Здесь произошли изменения в механизме документа оборота с контролирующими органами. А именно отражены изменения в протоколе документа оборота при отправке в ФСС в реестре плесков нетрудоспособности. Это все новости текущей недели по бухгалтерии, налогообложению и программам 1С от сайта «Профессиональный бухгалтер». С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в моих следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok